Она обвинила Казахстан в том, что тот идет на поводу у неонацистов из Украины. Ну, конечно, у кого же еще. Им по-прежнему везде мерещатся неонацисты, и в Казахстане в том числе. И Захарова потребовала, чтобы казахи выслали украинского посла, который ранее допускал какие-то антироссийские высказывания, что, в общем-то, не мудрено, учитывая, что Россия вторглась в Украину. В ответ на это Министерство иностранных дел Казахстана возмутилось, в свою очередь, и 5 октября заявило, что тональность комментария Захаровой диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров. Мол, Казахстан сам должен принимать решение, кого ему высылать, а кого оставлять, и не Москве указывать казахов, что им делать. Партнерство же равноправное, когда подчеркивается в заявлении. Ну и, соответственно, чего вы нам рассказываете, кого нам высылать. Ну а посла России в Казахстане Алексея Бородавкина вызвали также в МИД Казахстана для серьезного разговора. И как отметили в комментарии представители вот этого казахского министерства иностранных дел, разговор этот действительно получился жестким. Как видим, выжившие из ума старики в Кремле имеют агрессивные планы не только по отношению к Украине, то есть у нас не какой-то особый случай, они угрожают вообще всем своим соседям, причем даже тем, кого официально считают своими союзниками. Ведь официально Казахстан это дружественная страна, которая входит в таможенный союз. Но это совершенно, как вы видите, не спасает ее от каких-то угроз и недружественных действий. И это очень на самом деле наглядная и показательная ситуация, которая просто показывает, что если Россию не остановить в Украине, если пойти Путину на уступки, на какие-то, как это, например, предлагает сейчас делать Илон Маск, то Россия, конечно же, не остановится. И одной Украиной она не удовлетворится, а наоборот, почувствовав вкус крови, да войдя во вкус, она будет просто атаковать и другие, конечно же, соседние государства, тоже чего-нибудь выдумают, что там исконно русские земли, что там какие-то фашисты, с которыми нужно бороться. И как раз кандидат на следующую вот такую агрессию, на следующее вторжение, это именно Казахстан. Думаю, это понятно, очевидно. В самой России особенно этого никто, по-моему, и не скрывает. И хочется только верить и надеяться, что и казахи тоже это все слышат, все это понимают и, соответственно, к такому сценарию готовятся.